Всем привет! У отечественного производителя, выпускающего целую серию измерительных приборов под торговой маркой ARINST, появился теперь еще и малогабаритный широкополосный SDR приемник, который называется SDR Dream Kit. Именно о нем я вам расскажу в этом видео. Приемник ARINST SDR Dream Kit это малогабаритный переносной приемник с автономным питанием, работающий в очень широком диапазоне частот от 1 МГц до 3100 МГц, то есть до 3,1 ГГц. Принимает он сигналы во всех основных видах модуляции, верхняя и нижняя боковая полоса, телеграф, амплитудная модуляция, узкополосная частотная для приема радиосвязных сигналов и широкая полосная частотная для приема радиовещания. По архитектуре своей это SDR приемник с одним преобразованием частоты с нулевой ПЧ. Максимальная частота оцифровки 6 МГц, то есть максимальная полоса обзора соответственно тоже 6 МГц. Разрядность АЦП 16 бит. Приемник представляет из себя небольшую металлическую коробочку, работать он может полностью автономно. Есть встроенный аккумулятор емкостью 5 Ач, максимальное время непрерывной работы от аккумулятора 4 часа, есть на корпусе цветной сенсорный экран размерами 4 дюйма и разрешением 800 на 480 пикселей. Также есть встроенный громкоговоритель и разъем SMA для подключения антенны, то есть приемник может использоваться непосредственно вот в таком виде, к нему нужно подключить только антенны, больше ничего внешнего не надо, ни компьютера для управления, ни блока питания. Но также приемник может работать в составе компьютера. У него есть USB интерфейс, через который происходит зарядка аккумулятора во-первых, во-вторых через этот USB интерфейс происходит обновление прошивок. С момента появления приемника уже было выпущено несколько обновлений, я обновлял в нем прошивку. И также через этот USB интерфейс может происходить управление приемником с компьютера. То есть приемник может работать с программами SDR приема на компьютере. Помимо того, что в приемнике есть встроенный громкоговоритель, к нему также может быть подключен внешний активный громкоговоритель или наушники по беспроводному интерфейсу Bluetooth, или могут быть подключены обычные проводные наушники разъемом 3,5 мм. Во время работы экран приемника может отображать до четырех графиков одновременно. Пользователь прямо непосредственно во время работы, во время отображения этих графиков может изменять соотношение размеров этих графиков, а также может выбрать что именно отображается на этих графиках. Это может быть спектрограмма непосредственно после оцифровки, то есть со всей полосой оцифровки, это может быть спектрограмма более узкого участка спектра, это может быть водопад, это может быть спектрограмма низкочастотного сигнала. В общем много разных вариантов графиков и пользователь сам может выбрать какие из них одновременно отображаются. Вообще все управление приемником происходит с сенсорного экрана. Есть только одна аппаратная кнопка, с помощью нее можно включить и выключить приемник, также с помощью можно отключить дисплей для уменьшения потребления и излучения помех, и с помощью нее можно зайти в меню приемника. Все остальное делается с сенсорного экрана. Причем интерфейс очень гибкий, очень развитый. Можно непосредственно во время работы с приемником, во время наблюдения различных графиков, изменять масштаб этих графиков, смещать их по вертикали, по горизонтали. Все это делается очень быстро. Интерфейс, кстати, совсем не тормозит. Перестройка по частоте происходит тоже с помощью сенсорного экрана. Есть две кнопки вверх и вниз. Можно установить курсор на любую позицию индикатора частоты и изменять эту позицию с помощью кнопок вверх и вниз. Можно изменять соответственно с шагом 1 Гц, 100 Гц или 1 кГц или 1 МГц. В общем с любым шагом можно изменять частоту непосредственно с сенсорного экрана. Никакого валкодера, никакой ручки у приемника нет. С одной стороны это неудобно, с другой стороны зато он более надежный, нигде эта ручка не сломается, не отломится, не повредится при переноске его в сумке, так как вообще практически нет выступающих частей. Ячейки памяти для сохранения настроек приемника 40 штук. Но это не обычные ячейки, каналы, которые мы привыкли видеть в радиостанциях, а это именно ячейки для сохранения всех настроек, то есть можно сказать, что это пресеты. И вот таких пресетов 40 штук. Диапазон 40 метров приглашает Роман Антон, 3 Роман Михаила Григория. Радианна, 3 Радио, Михаила Григория на приеме. Заявленная в описании приемника чувствительность 0,3 микровольта. Надо понимать, что это именно чувствительность, измеренная при необходимом соотношении сигнал шум на выходе, а не просто минимальный сигнал, который можно принимать с помощью этого приемника. А вот минимальный уровень обнаруживаемого сигнала, заявленный также в описании, минус 133 dBm. Это очень маленькое значение, это 0,05 микровольта. При наборе испытывали? Отжимили где-то, наверное, да. 5,0, 7,0 где-то вот так, да, было. Отдали спокойно. Икар 0,94, а какой интенсивности? От слабой до умеренной временами. Икар 0,94, понял, спасибо. Ирек, водянин, да ломит, где сколько всего, что единиц стояло на утро? Сейчас смотрю. Есть в приемнике пороговый шумоподавитель, который очень удобно регулируется прямо на поле эсметра. Этот шумоподавитель пригодится вам при работе на УКВ, при прослушивании радиосвязных сигналов в частотной и в апплитудной модуляции. А для работы на коротких волнах есть система шумопонижения, которая тоже гибко настраивается и уменьшает общее количество шумов. Есть нотч-фильтр, вырезающий ненужные нам какие-то участки частот в полосе пропускания, на которых есть узкополосные помехи, например несущие. Есть нойз-бланкер для вырезания коротких импульсных помех, и есть даже эквалайзер низкочастотный, который позволяет настроить нам более комфортный прием с учётом вашего динамика, наушников и ваших собственных ушей. Субтитры делал DimaTorzok так как приемник этот сделан по СДР архитектуре, то конечно же никаких узкополосных аппаратных фильтров в нем нет и полоса пропускания определяется программно. Эту полосу пропускания может изменять пользователей. Для каждого режима модуляции задан свой список возможных значений полосы пропусканий, и полоса пропусканий переключается в любой момент времени. Радио 2, Зинаида, Василий, Яроман, Зинаида, 4, Павел, Знакольга, 5, 9, Дениал, 1, 2, 3. И конечно если приемник перекрывает такой большой диапазон частот, то на него можно послушать радиовещание в УКВ диапазоне 88-108 МГц. Не просто послушать, а послушать его можно в режиме стерео, и также приемник декодирует сообщение РДС. Антенный вход приемника рассчитан на подключение низкоомной антенны 50 Ом. И конечно же весь прием кратковолновых сигналов, которые вы видели в этом ролике, происходил с помощью большой стационарной антенны, подключенный с помощью коаксиального кабеля к этому приемнику. Редактор субтитров А.Семкин на антенный вход, на коаксиальный разъем СМА приемник может выдавать постоянное напряжение плюс 12 вольт для питания внешних предусилителей или активных приемных антенн. Максимальный употребляемый ток 150 мА для питания какой-нибудь антенны типа минивип этого вполне достаточно, так что можно подключать к приемнику внешнюю антенну с высокоомным входом типа минивип. Кроме того, что рабочую частоту приемника можно изменять с помощью двух кнопок со стрелками вверх-вниз, можно изменять частоту, прикасаясь к сенсорному экрану в области спектрограммы. Можно также непосредственно ввести значение частоты в герцах, килогерцах, мегагерцах, как вам удобно. В меню, кроме закладки с вводом частот, есть также закладка с настройкой режима отображения приемника. Здесь задаются полосы обзора графиков панорам и также выбирается, какие именно графики мы будем видеть на экране. Еще в меню есть закладка аудио. В ней делаются все настройки, касающиеся звука. Включаются все фильтры, настраивается эквалайзер. В закладке девайс есть настройки, связанные с самим устройством. Здесь включается и выключается питание 12 вольт на антенном разъеме. Здесь регулируется усиление усилителя промежуточной частоты, который расположен после смесителя перед аналогоцифровыми преобразователями. Здесь также включается режим, при котором при включении питания приемника динамик сначала будет отключен. Это нужно, если мы используем приемник как измерительный прибор или в каком-то таком месте, где включая приемник, мы привлечем к себе внимание этим динамиком. Поэтому сначала динамик будет отключен при включенном этом режиме. Здесь также настраивается режим работы скринсейвера. И последняя закладка в меню это пресеты. Я вам про них уже говорил. Их можно использовать, как ячейки памяти, для сохранения телесных вам частот или просто всех настроек приемника. Основой приемника является микроконтроллер STM32. В нем происходит вся обработка сигнала, управление приемником и даже оцифровка сигнала происходит тоже в нем, так как используется встроенный в микроконтроллер АЦП. Сигнал с антенного входа, усиленный широкополосным усилителем, подается на смеситель, с выхода которого сигналы I и Q, пройдя через фильтры нижних частот, подается на регулируемый усилитель, коэффициент усиления которого задает пользователь в настройках приемника. И далее сигнал оцифровывается. Вот такой вот приемник. В описании к нему производитель пишет, что предназначен он специально для радиолюбителей, для того чтобы радиолюбители с его помощью прослушивали разные сигналы в эфире. Это очень приятно, что что-то делается специально для радиолюбителей. Мало того, приемник это полностью отечественной разработки, то есть придуман он, разработан и изготовлен полностью в России. Да, конечно, к сожалению, из импортных комплектующих. И еще радует то, что в нем не используются различные микросхемы, предназначенные для бытовой техники, такие как MSI-001 или тем более китайские RDA. Поэтому есть надежда, что приемник неплохо будет работать с большими полноразмерными достаточно эффективными антеннами. Я планирую это отдельно проверить. Выйду с этим приемником в поля, послушаю на него короткие волны с помощью дипольных антенн, посмотрим как он себя будет вести. Может быть сравню его с малахитом или с белкой или с тем и с другим. Сравнить интересно и в полях, в реальных условиях при приеме реальных сигналов в эфире и при работе с высокочастотными генераторами в лабораторных условиях. Но это все будет потом отдельно. А сейчас, пока мой рассказ о приемнике ARINST SDR Dream Kit закончен. Спасибо, что смотрели это видео. У меня на канале есть очень много видео. Этим летом количество видео на канале перевалило за 500. Это достаточно много. И чтобы не запутаться в этих видео, они организованы в плейлисты. Поэтому предлагаю вам почаще заходить в раздел плейлисты и смотреть видео там. Находить интересные видео можно там. Ссылка на сайт разработчиков этого приемника, на страницу, где можно приобрести такой приемник, на руководство пользователя к этому приемнику есть в описании к этому видео. Спасибо, что смотрели это видео. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok